Несмотря на то, что с начала отопительного сезона ситуация с подачей тепла в квартиры заметно улучшилась, ресурсоснабжающие организации продолжают работу в полную силу. Ежедневно повреждения на разных участках трубопровода устраняют 15 бригад рабочих. Чтобы провести качественный ремонт и при этом не лишать людей тепла, в доме на Нагорном шоссе специалисты устанавливают так называемый байпас. Иными словами, резервный канал, который позволяет теплу проходить по трубам, несмотря на аварии и другие внештатные ситуации. Как идут работы, проверил глава округа Дмитрий Волошин. Мы проводим монтаж байпаса в настоящий момент. Это необходимо для того, чтобы обеспечить бесперебойным теплоснабжением 6 домов, в том числе Нагорную улицу, Юбилейный проспект. Это меры необходимости. Но мы уже сегодня до конца рабочего дня этот вопрос полностью решили. Общая протяженность трубопровода на этом участке 640 метров. Чтобы устранить здесь повреждения, рабочие монтируют байпас длиной 160 метров. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить теплом 6 многоквартирных домов. Трубы здесь достаточно ветхие, имеют многочисленные повреждения. И сейчас нецелесообразна их замена с большими длительными раскопками. Поэтому было принято решение для оперативного обеспечения теплоснабжения проложить надземный трубопровод. На сегодняшний день в городе нет домов, которые остаются без отопления. Специалисты не только контролируют обстановку с повреждением теплосетей, но и следят за уровнем параметров тепла. Непрерывно реагируем на ухудшение параметров, выполняем ремонты трубопроводов, регулировки тепловых пунктов, взаимодействуем с управляющими компанией, с администрацией, очень плотно сотрудничаем в рамках ежедневных многократных штабов. Поэтому я думаю, что мы сможем и дальше улучшать ситуацию. Кроме того, в городе продолжает работать оперативный штаб по вопросам отопления под руководством главы Дмитрия Волошина. Решено проводить его дважды в день до конца отопительного сезона. Нина Липанова, Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.